У меня несколько сюжетов сегодня по Украине. Хотел бы вначале обозначить наши опорные тезисы, политические заявления широкого плана сделал президент Российской Федерации в рамках своего послания Федеральному Собранию, а также министра иностранных дел, в том числе и во время общения с представителями СМИ в Базеле по итогам заседания Совета Министров иностранных дел государств, участников ОБСЕ. Итак, в настоящее время ключевыми вопросами, конечно, является обеспечение устойчивого прекращения огня и применения оружия в Луганской и Донецкой областях, отвод тяжелой техники и обеспечение разграничительной линии, отвод конфликтующих сторон в соответствии с Минским меморандумом от 19 сентября нынешнего года. Мы позитивно оцениваем сохраняющуюся пока динамику тишины в Донецкой и Луганской областях, которые, несмотря на все же ряд инцидентов и провокаций с обеих сторон, в целом удается сохранить. Как вы знаете, проведение очередного заседания контактной группы в Минске было запланировано на сегодняшний день и завтрашний. Однако из-за необходимости дополнительно подготовить заседание, включая его повестку дня, согласовать целый ряд других аспектов мероприятия, судя по всему, состоится несколько позднее. Российская сторона, с своей стороны, будет предпринимать максимум усилий, чтобы заседание этой группы было организовано как можно скорее и принесло позитивные результаты в плане дальнейших шагов по реализации Минских договоренностей. Несколько слов о важном вопросе об обмене военнопленными. Как вы уже, наверное, знаете, представители украинской страны, а также руководство Донецкой и Луганской народных республик обменялись списками пленных. Достигнута принципиальная договоренность все же провести сверку этих списков и обеспечить обмен военнопленными всех на всех, чтобы на заседании контактной группы обсудить уже практические вопросы, связанные с этим обменом. В условиях гуманитарной катастрофы в Донецкой и Луганской областях особую важность имеет оказание гуманитарной помощи населению этого региона. Россия продолжает оказывать такую помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Ее объем в общей массе составил уже почти 13 тысяч тонн. На завтра запланирована доставка в регион очередного гуманитарного конвоя в взаимодействии с украинской стороной и Международным комитетом Красного Креста. В состав груза входят продукты питания, горючие смазочные материалы, электрооборудование общим весом более 1200 тонн. Несколько слов о поездке комиссара Совета Европы по правам человека на Украину, который состоялся с 30 ноября по 5 декабря. Комиссар посетил Киев, а также целый ряд других областей, включая и приграничия с Донецкой и Луганской областями. На этот счет мы ознакомились внимательно с публикацией пресс-релиза на сайте Совета Европы. В целом удовлетворены, что комиссар обратил внимание на тяжелейшую гуманитарную ситуацию в восточных регионах в условиях продолжающегося вооруженного конфликта не международного характера. Следствием этого конфликта стали многочисленные и серьезные нарушения прав человека, и при этом население Юго-Востока Украины зачастую лишено нормального доступа к питанию, воде и электричеству. Мы поддерживаем тезис комиссара о необходимости скорейшего мирного разрешения конфликта и прекращения любого насилия на Украине. Приветствуем также призыв к расследованию всех преступлений и наказанию ответственных за них. Однако недоумение вызывает заявление господина Мужнейкиса о том, что виновными являются якобы в первую очередь ополченцы, и только потом официальные власти, которые ведут войну против собственного населения. Удивление также вызвали тезисы комиссара, который выступил с неким половинчатым призывом к украинским властям, далее цитирую по тексту пристрелиза, руководствоваться гибким подходом в вопросах выплаты пенсии лицам, пребывающим из зоны конфликта. Хочется верить, что господин Мужнейкис не пытается таким образом оправдать антигуманные решения господина Порошенко о прекращении подобных выплат на территориях, не подконтрольных Киеву. Вызывает также сожаление, что комиссару Совета Европы, который находился, по сути, в 15 километрах от линии огня, не удалось все же посетить Донецкую и Луганскую Народные Республики и лично убедиться в ужасающем положении, которое сложилось в регионе в результате продолжающейся карательной операции киевских властей. Больше чем уверены, что если бы такой визит состоялся и посещение прошло, то оценки господина комиссара были бы более реалистичными и объективными. Мы хотели бы также несколько слов сказать по докладу Управления Верховного комиссара по делам беженцев о гуманитарной ситуации на Украине. В целом этот документ представляется сбалансированным и объективно отражающим проблемы массового перемещения населения в результате конфликта на юго-востоке Украины. В документе с опорой на заслуживающие доверия источники информации рассматриваются актуальные вопросы, связанные с положением дел как покинувших страну беженцев, так и внутренне перемещенных лиц. С учетом предоставленных Федеральной миграционной службой России сведений, констатируется, что более 229 тысяч украинцев попросили международной защиты в России. Из них свыше 218 тысяч получили временное убежище. 218 человек статус беженца. Еще 215 тысяч подали заявление о приобретении российского гражданства или о разрешении на временное проживание. Не обойден вниманием целый ряд моментов, которые негативно сказываются на положение населения страны и способствуют росту числа перемещенных лиц. Мы разделяем озабоченность управления в связи с принятием украинскими властями закона, по которому социальные выплаты будут производиться только на территориях, которые подконтрольны Киеву. В результате чего люди вынуждены покидать свои дома, чтобы получить пенсии и пособия. Встревожены отмеченными в докладе проявлениями в школах отдельных регионов нетерпимости в отношении детей с Юго-Востока, а также сложностями для временно перемещенных лиц трудоустроиться. Как проявление неуверенности граждан Украины в своем будущем расцениваем приведенные в докладе управления оценки об увеличении количества украинцев, которые ищут убежище или иную форму международной защиты не только в России, но и в целом ряде государств Европейского Союза, прежде всего в Польше, Германии, Италии, а также в Беларуси. С удовлетворением отметим, что Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев сохраняет линию на беспристрастное и объективное освещение ситуации с подмандатными ему категориями лиц на Украине и за ее пределами. Как вы знаете, 1 декабря начала работу в Киеве консультативная миссия Европейского Союза по реформированию гражданского сектора безопасности. В этой связи хотелось бы сказать следующее. Мы, естественно, обратили внимание на запуск этой миссии, исходим из того, что она, среди прочего, будет способствовать искоренению националистических и экстремистских настроений в украинских правоохранительных и судебных органах. Главную же ее задачу на нынешнем этапе видим в незамедлительном вынесении правовой оценки деятельности карательных батальонов так называемых частных армий на юго-востоке Украины с тем, чтобы положить конец их зверствам против мирного населения. Ждем также принципиальных оценок миссии закона об очищении власти, так называемой закона о люстрации и других законодательных актов, которые направлены на ущемление прав отдельных групп населения украинского общества. Одним словом, будем очень внимательно наблюдать за деятельностью этой миссии. Продолжение следует...